Здесь стоял первый на полуострове Царский дворец. Здесь был разбит первый регулярный парк, но белоснежные покои до наших дней не сохранились. А вот величественные кедры, кипарисы и сосны радуют глаз и сегодня. Этот платан высажен в сердце Нижнеарианского парка в начале 19 века по указу императора Александра I. Сейчас он без листвы. И обнаженные ветви в полной мере позволяют насладиться величием самого крупного дерева полуострова. Его высота больше 30 метров, а диаметр ствола 7. Даже самые старые представители этого вида, высаженные в Никитском саду в 1814 году, уступают этому брату в масштабах. Все благодаря уникальной природе и микроклимату местности. Южный берег Крыма – место весьма засушливое. Тем не менее, здесь, в Нижней Арианде, прямо из-под стометровой скалы бьют ключи. Благодаря им удалось создать этот водоем, который находится на своем месте прямо с основания парка. 200 лет назад здесь был голый склон, но не только плодородная почва и обилие влаги превратило его в райский оазис. Заботливые руки садовников круглый год ухаживают за коллекцией субтропических растений. Стричь надо быстро. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Чем быстрее ты стрижешь, тем ровнее выходит бордюр. Баскеты, перголы, топиарные фигуры. 32 года беспрерывного стажа. Михаил знает о парке все, а к деревьям обращаются по именам и даже разговаривает с ними. В советское время брали на работу с 14 лет, вот, и взяли меня на работу в парк. Первое мое задание было посадить вот этот кипарис. Он был буквально полуметровой высоты, ну а сейчас это замечательное гигантское дерево. Коллега Михаила Светлана. В санатории работает 15 лет, но в должности садовника всего три. За это время она успела выучить все латинские названия растений, особенности ухода за ними. Вот это не трава, это самосев наших пальм. Их у нас очень плодородная почва, они сыпятся, сеются. И мы постоянно каждый год их пропалываем. Садовники утверждают, что в парке особенная энергетика. Даже палочка, воткнутая в землю, обязательно прорастет. Светлана, есть ли в парке какое-то особенно любимое вами место? Да, такое место есть. Это скала Мачтовая, вот она находится. С этой скалы открывается очень красивый вид на аюдак, на ласточкино гнездо. О смотровой площадке над морем знают не все. Это пункт для уединения и размышлений. Но прежде крутая тропа. Можжевельники, фисташки, опунции и простор. Панорама моря на все 180 градусов. Это и есть самое потаенное место нашего парка. Здесь всегда можно хорошо отдохнуть, несмотря ни на ветер, ни на дождь. Пейзаж достойный царского взора. Но сегодня и старинный парк, и дикие скалы, и даже белоснежные дворцы санаториев – достояние простых людей. Александр Ткачев, Алексей Семенов. Утро нового дня.